Дорогие друзья, всем большой привет! С вами канал Супер Отпуск на даче. Сегодняшнее видео будет небольшим, но я отвечу на самый часто задаваемый вопрос сейчас на нашем канале. Очень многие спрашивают меня, подскажите, как так вы подвязали вашу древовидную гортензию, что она у вас так стоит? Мы как ни подвязываем, гортензия разваливается и после первого дождя вся на земле. Вот на этот вопрос, друзья, я вам сегодня и отвечу. А ответ мой, в принципе, будет коротким. Гортензия моя не подвязана, я вам сейчас это наглядно покажу. И вот такую форму она имеет и так хорошо держит свои цветочные шапки только благодаря обрезке. Моей секретной обрезке, хотя на самом деле ничего секретного в моей обрезке нет. Как я обрезала эту гортензию, я снимала видео, обрезала я ее прошлой осенью. И вот так обрезана моя гортензия, что она отлично держит свои такие тяжелые цветочные сосветия. Но давайте подойдем поближе. Я вам наглядно продемонстрирую, что подвязок там нет. Также покажу еще несколько древовидных гортензий на своем участке. И все они прекрасно держат форму. И вот там в стороне, посмотрите, какая большая, совершенно не упала. Посмотрите, как высоко ее цветочные шапки, какие они крупные. Кстати говоря, крупнее, чем у этой гортензии. И достаточно хорошо гортензия держит форму. Посмотрите, пожалуйста. Субтитры сделал DimaTorzok Буян меня слушает, да? Буян слушает. Хороший парень. Ты поздоровался со зрителями? Дай лапу. Лапу. Молодец. Друзья, мы с вами здороваемся. Те, кто не любит собаку, уж извините. У нас собака. Вот, и она всегда с нами. Ну, теперь отойди, пожалуйста, Буян. Отойди, мой дорогой. Отойди. Молодец. Что значит Пашное воспитание? Итак, друзья, возвращаемся к гортензии. И заглядываем внутрь. Если вы мне не верите, Паш, приближай камеру, чтобы все убедились в том, что никаких подвязок у этой гортензии нету. Посмотрите, где подвязка, есть ли хоть одна подвязка. Хотя Паша всегда говорит, кто не поверит, тот и так не поверит. Им показывать бесполезно. Вот, согласна полностью, Паш, полностью согласна. Тем не менее, показала, друзья, что подвязок нету. И вот так вот гортензия отлично держится. Более того, если кто-то сейчас напишет, да у вас, наверное, дождя ни одного не было. Друзья, я вас разочарую, был и не один. Сегодня, когда мы снимаем это видео, у нас на дворе 23 июля. И, конечно, дождей уже было массу. Вся предыдущая неделя была полностью дождливая. И перед этим были очень сильные ливни. Причем с такими сильными-сильными порывистыми ветрами. Вы знаете, у нас даже в поселке деревья валило. А гортензия стоит. Вот что значит обрезка. Ну и пойдемте, я вам покажу еще несколько гортензий. А потом, в принципе, раскрою секрет, что же это за обрезка такая. Хотя, я думаю, многие уже догадались, кто наверняка выращивает гортензии в своем саду, те 100% поняли, в чем дело. Ну, пойдемте, пойдемте посмотрим еще другие экземпляры. Еще одна моя красавица. Тоже отлично держит куст. И тоже абсолютно не имеет ни одной подвязки. Куст довольно большой, широкий. Этой гортензии, друзья, лет так 5-6. Ну, хороший куст. Уже хороший такой габитус. И посмотрите, отлично держит свою форму. Тоже не развалилась гортензия. Ни под одним дождем, ни под одним ветром. Вот дожди идут, а им ни по чем. Ветра дуют, им тоже ни по чем. Вот так, друзья. Вот посмотрите. Вот такая красавица. Шлагартензия остановилась у розы, друзья. Не могу пройти мимо такой прекрасной розы Луи Садье. Я просто, знаете, поражаюсь ее запахом. Мне кажется, прекрасней запаха у роз я еще не встречала. Очень душистая роза. Последнее соцветие распустилось. Но я надеюсь, что скоро будет второе цветение. И очень тебе к лицу. Спасибо, Паш. Спасибо за комплимент. Ну, идем дальше. Идем смотреть еще одну гортензию. Так, ну, идем, друзья. Идем еще одну часть сада. Проходим, кстати говоря, мимо метельчатой гортензии Лаймлайт. Она тоже хорошо держит свои соцветия. Но это же метельчатая гортензия. Кстати говоря, среди метельчатых тоже есть гортензии, которые по-разному держат соцветия. Есть те, у которых веточки более гибкие. Например, ванилы фрайс. А есть Лаймлайт, Фантом и еще некоторые сорта, которые очень крепко держат свои тяжелые соцветия. Ну, а мы, дорогие друзья, дошли с вами до гортензии третьей, древовидной. Пойдемте, зайдем. Я вам покажу ее. Что же это за гортензия такая? Вот, пожалуйста, еще одна древовидная гортензия, которая очень хорошо также держит свой куст. И точно так же мы можем заглянуть и увидеть, что она совершенно никак у нас не подвязана. Посмотрите, нет ни одной подвязки. Видите? И посмотрите, как она красиво держится. Ну, и многие, наверное, скажут, ну, давайте уже рассказывайте поскорее. В чем же секрет? Рассказываю, друзья. Ты опять с нами, друг мой? Идешь показывать гортензию? Ну, пойдем, пойдем. Пойдем, мой хороший парень. Хороший. Ну, хороший же парень. Скажи, ну, бросьте вы свои съемки. Ну, погладьте вы меня. Все, отходи, Буян, отходи. Погладимся попозже. Все, молодец. Пойдемте, друзья, к кусту. Пойдемте, посмотрим. И я вам покажу, в чем кроется секрет. Ну, во-первых, обратите внимание, как много шапок на моей гортензии. Цветочных шапок, конечно, я имею в виду. Очень много сосветий. И буквально гортензия усыпана вся. Очень обильное цветение. И цветы по объему своему, они небольшие, потому что бывают гораздо больше. И вот такое цветение нам гортензия, древовидная, выдает в том случае, когда мы обрезаем ее высоко. Но это еще не все. Только при высокой обрезке у нас стебли гортензии очень хорошо держат свои соцветия. Почему так происходит? Вот чтобы понять это, давайте заглянем в кустик, и я вам наглядно покажу, что же там так хорошо держит гортензию. Так, ну, заглядываем. Смотрите, что нам дает высокая обрезка. Вот прошлогодний побег, вот он, который был обрезан высоко. Вот место среза, да, вы можете его видеть. От этого старого побега у нас потом начинают нарастать побеги молодые, да, побеги этого года, на которых наша гортензия и цветет. Вот два побега, вот побег. Вот здесь внизу еще побеги. Ну, кстати говоря, их можно обрезать, вот эти побеги боковые, чтобы соцветия были больше. Но я этого обычно не делаю, друзья. И вот этот побег, он у нас очень стойкий, потому что он у нас одревесневевший. Посмотрите, какой он у нас стойкий, как хорошо он держится. И вот именно этот стойкий побег у нас и хорошо держит вот эти побеги молодые, которые нам у нас цветут. И вот за счет вот этой высоты и стойкости вот этого старого побега у нас и хорошо держится куст. Вот обратите внимание, дорогие друзья. Вот что нам дает высокая обрезка. Вот посмотрите. Если бы этот побег был короче, соответственно, да, у нас гораздо раньше бы начались вот эти молодые побеги. И они бы, ну, не располагались так высоко. Куст не был бы таким высоким, и все-таки они бы приближались у нас к земле. Чем ниже обрезка, тем гортензия у вас больше клонится к земле. Особенно, друзья, если это гортензия Аннабель, поскольку у нее, у нас действительно такие достаточно гибкие побеги. И вот что бы мы ни делали, как бы мы их там марганцовкой не поливали, ну, все равно сложно как-то, знаете, природу изменить и сделать побег более крепким. Чуть-чуть крепким, покрепче сделать можно, но очень крепким. Ну, как не ухаживай, как бы это уже сортовая особенность. Вот, и смотрите, еще такой момент. Обратите внимание, что есть также здесь побеги и нулевые, которые у нас растут от основания куста, от центра. Давайте опять заглянем внутрь и посмотрим. Вот они, нулевые побеги. Вот, пожалуйста, хороший нулевой побег, который у нас в этом году растет непосредственно от основания куста. И вот этот побег, друзья, нам надо беречь. Беречь для обрезки, который мы будем осуществлять в этом году осенью. И, конечно же, я тоже обрежу его высоко. Ну, где-то на таком уровне, может быть, на таком. Но, возможно, вот на таком все-таки, да. Вот, чтобы у нас, опять-таки, в следующем году новые побеги нарастали и были высоко и хорошо держались вот на старом побеге. Вот, всего лишь вот такая, друзья, обрезка высокая дает нам вот такой красивый куст, который у нас не разваливается ни под дождями, ни под ветрами. А у нас их было уже очень много, и куст мой очень хорошо держится. Еще бы какие, крышу сносило, а куст стоял. Да, Паша подсказывает, крышу сносило, представляете, действительно с качелей, да, да, да. У нас были уже даже ураганы, друзья. А куст держится. Вот, пожалуйста, вот, пожалуйста. Кто-то, вы знаете, друзья, пишет наоборот, то, что надо обрезать низко, и за счет этого побеги становятся крепче. Друзья, я спорить с вами не буду, если у вас имеется такой опыт, ну, я в него верю, я в него верю, я не могу в него не верить, да, но все-таки вот по своему опыту я хочу сказать, что я много лет выращиваю гортензии, и по своему опыту я могу сказать, что у меня на кустах только высокая обрезка дает вот такой потрясающий гапитус куста, дает то, что наша гортензия не разваливается, цветы ее не лежат на земле, и вы можете весь сезон любоваться вот такой красотой. Вот такое видео, друзья, у меня сегодня получилось, ответила на ваш вопрос, который задавали многие зрители, подписчики на нашем канале. Ну и надеюсь, что мои советы вам пригодятся, тем более, что этой осенью, ну или следующей весной, нам все равно всем предстоит обрезать древовидные гортензии, и попробуйте, обрежьте вашу красавицу высоко, и она обязательно отблагодарит вас вот таким цветением. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова